АЕС готов к более тесному сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И одна из самых стремительно развивающихся экономик мира – Индия. Также проявляет интерес к Евразийскому экономическому союзу. О новых перспективах объединения сегодня говорили в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. В город на Неве съехались более 900 топ-менеджеров крупных компаний. В большой дискуссии участвуют представители 120 стран, в том числе и Казахстана. И, как сообщает наш обозреватель Дамир Галиев, диалог идет плодотворный. Дамир, здравствуйте, вам слово. Спасибо, Вера. Это, пожалуй, впервые, когда на одной площадке собрались главные бизнес-игроки ключевых региональных и политических экономических объединений мира – Евразийский экономический союз, ШОС, ЕС и БРИЦ. Так, сугубо экономический форум приобрел политический статус. И если сотрудничество ЕАЭС с одной из ведущих стран Азии, Индии только зарождается, то вот со старым светом у нас уже прочные торгово-экономические связи. И именно сотрудничество ЕАЭС и ЕАЭС стало ключевой темой форума. Европейцы заинтересованы активнее работать на евразийском пространстве с рынком в 180 миллионов потребителей. Объемом внешней торговли свыше триллиона долларов, совокупным ВВП порядка двух триллионов долларов. Как будет выстраиваться новый формат работы бизнеса ЕС и ЕАЭС – есть много предложений. Но национальные интересы все-таки прежде всего. Казахстан на дискуссионной площадке демонстрирует свой успешный опыт взаимодействия с Европой в двустороннем формате. Ключевая логика нашего нахождения в Евразийском экономическом союзе является это доступ к большому, в первую очередь, российскому рынку. Соответственно, наша логика – мы хотим условно продать потенциальным инвесторам, бизнесменам зарубежным, наш хороший бизнес-климат, инвестиционные возможности для того, чтобы они размещали производство на территории Казахстана и после этого имели возможность беспрепятственно торговать этими продуктами на всей территории Евразийского экономического союза. И в эти минуты на форуме обсуждают развитие глобального проекта «Шелковый путь. Значение для Евразии». Идею возродить древнее транспортное сообщение год назад озвучил в Астане председатель КНР Си Цзиньпинь. Идею поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Проект открывает невиданные перспективы на цели на построение торговых коридоров, перестройку геоэкономической карты Евразии. В чем-то там евразийская интеграция дополняет «Шелковый путь». Их надо рассматривать как два взаимодополняющих проекта, не противоречащих друг другу, но дополняющих друг друга. Китай – это основной финансовый донор с 3 триллионами долларов в резервах, основной источник денег Китай. И прямо сейчас на связь с Астаной выходит моя коллега Дана Нуржан, которая расскажет о последних новостях сессии «Шелковый путь». Дана, добрый вечер и вам слово. Здравствуйте. В эти минуты представители власти и бизнесмены пытаются прогнозировать пути развития Евразии. Главными движущими сторонами евразийская экономическая интеграция называются Астан, Россию и Беларусь. Участники встречи «Шелковый путь» и «Большая Евразия» отмечают, что пока рано говорить о конкретных этапах формирования нового «Шелкового пути». Пока есть только множество идей и отдельных направлений. Это морское и два варианта сухопутных коридоров. Через Центральную Азию в направлении Ирана и Турции и направление через Казахстан и Россию, Западную Европу. Астана. Форум завершится 20 июня. Ключевое событие завтра – это выступление президента России Владимира Путина. Мы будем следить за заявлениями в Санкт-Петербурге. Спасибо, Дамира. Я продолжу выпуск.